Доброе утро, друзья! Доброе утро! Мы уже начинаем, сейчас будем подключаться. Привет, привет! Катюша, Алисия, всем привет, друзья! Рад вас видеть! Всем привет! Привет! Присоединяйтесь, присоединяйтесь! Рад видеть у себя в гостях дома практически с чашкой чая каждого из вас, Игорь, Ира, Наташа, Злата, всем привет! Доброе утро, да, спасибо за поздравление, спасибо! Так, друзья, здравствуйте, здравствуйте! С нами Дана Батышина, я рад начинать этот эфир. Дана, слышно хорошо? Здравствуйте, Сергей, днем рождения, слышно хорошо? Спасибо, здорово! Друзья, пока мы присоединяемся, как слышно, напишите, если на пятерочку, поставьте пятерочку, если слышно, хорошо меня, хорошо, Дану. Ждем пятерочек. Спасибо за поздравление, спасибо! Итак, друзья, пока вы присоединяетесь, скажу немножко информацию такую общую, пока вы набираетесь. В прошлом году на свой день рождения я тоже делал интересный мастер-класс, он назывался «Антицели». Мне почему-то очень нравится делиться чем-то важным, то, что накопилось в прошедший год или год. И сегодня, вот тут уже сердечки для Даны пошли уже, и сегодня я очень рад, что в гостях у меня в эфире, и мы сегодня пообщаемся с Даной Батышиной, человек, с которого я во многом беру пример, от человека, который является примером для тысяч людей, это предприниматель, общественный деятель, по призванию учитель, и сейчас тоже у нее много разных проектов, в том числе и в сфере образования. Мы в этом плане тоже чуть-чуть близки, потому что образование нам тоже было интересно, и мы некоторые методики в Украину образовательные привозили. Есть такая методика Жохова, и наши дети учились по этому поведению. И очень рад, что Дана согласилась, что сверший пир сегодня будет очень интересно, огненно и результативно. Мы на канале «Виза с молодости» в МБМХ, и рады, друзья, вас приветствовать здесь. Дана? Да, я тоже очень рада. Для меня это впервые поговорить с человеком из вот этой школы «Бизнес-молодость». Я много слышала о ваших программах, о ваших курсах, о вашем сообществе, но вот так вот сплотную пообщаться еще не приходилось. Я с удовольствием поделюсь своими проектами, расскажу, чем я занимаюсь, ну и, пожалуйста, отвечу на любые вопросы. Вообще, я хочу, что сказать, Сергей. У меня есть такая установка, что я приношу успех, я приношу удачу людям, с которыми у меня какие-то, может быть, даже не очень долгосрочные отношения завязываются. И если посмотреть за последние два года всех мужчин, с которыми я работала, с кем я какие-то совместные интересные проекты делала, ну, я хочу сказать, что у всех очень мощный такой, знаете, подъем пошел, поэтому я с удовольствием поделюсь этим успехом и этой удачей вместе с вами и часть вам даже передам через эфир. Круто. Ну, эта установка, она работает, потому что мы это ощущаем, и это происходит. Я не знаю, сколько десятков видео я пересмотрел, где вы обучаете чему-то, где вы делитесь чем-то, поэтому... Ну, я не просто сказал, что многие люди берут пример, но я по себе, естественно, говорю, и по многим людям, которые в моем окружении. Поэтому действительно так я это ощущаю у себя. Друзья, у нас сегодня тема общения очень интересная, очень необычная и неожиданная, это тема кризиса, тема, как выйти из кризиса, и мы будем говорить не о кризисе среднего возраста, хоть мне сегодня 40, я не очень вникал, что это за тема, я чувствую себя офигенно, классно, 40 или 25, но внутри это явно не эта цифра. Мне три дня сынок бегает и говорит, папа, папа, ты завтра будешь старый, папа. Я говорю, сын, надо проработать мне старого, потому что как-то еще у меня ассоциации. Итак, поэтому тема у нас кризис или как выйти победителем из любого кризиса. Мы их переживали, в принципе, за свои, я 40 лет, Дана чуть-чуть, наверное, больше переживали не один. И сейчас с новым состоянием, с новыми инструментами, с новым, с другим мышлением мы входим в эту интересную ситуацию и сегодня тоже с вами поделимся. И главное, мне интересно, Дана, поделиться тем, какие главные элементы, как заходить в кризис, как выходить из него, что делать самого важного, чтобы, я говорил там описание, что кто-то почему-то падает, кто-то почему-то взлетает. Вот, Дан, что вы скажете про кризисы вообще? Возможно, они у вас есть на личном примере, конечно, наверное, есть. И как, какие рекомендации будут в этом плане? Знаешь, я очень люблю давать такие практические какие-то, да, рекомендации для того, чтобы человек послушал и там буквально через 5-6 минут у него произошло переосмысление и, возможно, даже изменение его отношения к конкретному какому-то вопросу, и он буквально прямо вот сразу с первой же минуты ощутил какие-то изменения в себе. Поэтому сегодня не будет исключением. И я хочу привести такой пример. Очень часто на моих встречах люди задают мне вопрос, Дана, как, что сделать, чтобы освободиться от кредитов? В принципе, кризис, да, и кредит, ну, в какой-то степени они похожи, потому что если у человека есть обязательства, есть долги, то для него это тоже кризис. Несмотря на то, что в стране может всё хорошо быть. И вот здесь вот очень важно поработать сначала со своим отношением к этому слову конкретно, потому что любое слово у нас вызывает некое эмоциональное состояние, какие-то чувства. Ну вот, например, я тебе сейчас скажу, там, Владимир Владимирович Путин, например, да, и у тебя какие-то ощущения возникнут. Вот ты, например, заулыбался. А кто-то скажет, такой сразу состроит не очень красивую физиономию, скажет, ну, и у него будет негативное ощущение. А кто-то скажет, да, в принципе, нормально, никаких плохих или хороших отношений нет. Почему я его привела в пример? Потому что он у меня у самой вызывает очень хорошие ощущения, эмоции приятные. Но если, например, сказать Сталин или Гитлер, то, соответственно, у человека будет другое совсем, да, восприятие и эмоции возникнут совсем другие. Вот это как раз-таки и есть, чтобы, это очень такой показательный пример, чтобы человек сразу понял, что какое-то одно слово ты слышишь или произносишь, и у тебя это вызывает некие чувства. Это неплохо и нехорошо. Это просто для того, чтобы понять, такой сделать УЗИ, да, своего рода, чтобы понять, какое же у меня отношение к этому слову. Теперь давайте перенесемся на слово кредит. И то же самое. Какие ощущения у тебя сразу возникают, когда ты слышишь слово кредит, Сережа? Тяжесть. Тяжесть. Кто-то скажет, не в курсе, потому что никогда с этим не сталкивался, поэтому у меня даже, я не могу сказать, какие у меня ощущения. А есть ряд предпринимателей, которые очень хорошо относятся к кредитам, которые это используют как возможность, и, соответственно, у них будет только самое положительное ощущение, когда они будут говорить слово кредит. Теперь давай к кризису к нашему подойдем. Когда ты говоришь слово кризис, какие у тебя ощущения возникают? Это какой-то сброс чего-то лишнего, у кого-то балласта и какой-то рывок вперед, вот как-то вот это ускорение. Да, и в целом твои эмоции, они в плюс или в минус? В плюс. В плюс. У меня тоже слово кризис вызывает только положительные эмоции. Но согласись, что есть люди, которые при слове кризис сразу у них идет как будто бы слив энергии, им становится неприятно, и, возможно, у них уже был жизненный опыт, когда они много чего теряли, или их близкие друзья и знакомые теряли во время кризиса, соответственно, у них будет такое негативное ощущение. Теперь давайте вот мы определились, что значит мое отношение к какому-то слову. С этим понятно, да? Теперь второй этап, что же делать? Когда вы поняли, что слово кризис у вас вызывает негативное ощущение и происходит слив энергии, вот здесь как раз-таки нужно поработать. Потому что если здесь не поработать, а начать идти и выполнять какие-то рекомендации очень успешных людей, что сделать в кризис, нужно читать книги, нужно смотреть позитивные фильмы, нужно там еще что-то делать, это, друзья, не поможет на сто процентов. На это уйдет либо очень много времени, либо вы его потратите, но никакого эффекта не будет, потому что первоначально нужно работать вот именно с теми эмоциями, которые появляются, которые вы ощущаете при произнесении этого слова. Как это сделать? Ну, мы знаем, что у нас есть на то очень классный инструмент, который буквально за 15-20 минут, я не знаю, ты сегодня будешь об этом говорить или нет, будем. Да, то есть вот этот мой любимый инструмент, который я абсолютно всем рекомендую, он помогает за 15-20 минут, просто вот это внутреннее ощущение, оно помогает раз и поменять. И что происходит? И когда человек произносит слово «кризис» или слово «кредит», у него больше не возникает негативных ощущений, и спикной энергии не происходит. то он начинает так же ощущать, как мы с собой ощущаем, что кризис — это какие-то возможности. Да? А если же у человека нет этого инструмента, тогда придется чуть подольше поработать, но это тоже можно. можно просто с собой разговаривать и приводить себе в пример вспоминать людей, которые в момент кризиса получали какие-то возможности, у которых, наоборот, ситуация и финансовое положение улучшалось, чтобы донести для себя те примеры, что есть люди, которые, несмотря на то, что кризис — вроде бы это плохо, но люди чего-то из этого для себя получают. В этом есть какой-то плюс. И что вот этот образ, который формирует у меня негативные ощущения, это нечто, что я в процессе своем жизненном сформировал, что благодаря каким-то историям или ситуациям, которые я действительно видел в своей жизни, я создал образ кризиса негативный. И от этого мне неприятно. Но это был всего лишь мой образ, и теперь я готов его изменить. Я готов теперь дать себе новую установку, дать себе новую, создать в своей голове, в своем мозге новую неродную связь, что кризис — это возможность. И без методики мастер-кит, если вы дня 3, 4, 5 поработаете вот таким образом, разговаривая с самим собой и убеждая себя, и приводя примеры именно позитивные, то вы сможете изменить свое отношение к этому слову. И тогда, произнося это слово, у вас будет также появляться только приятные какие-то ощущения. И вот это как раз-таки будет главный результат, который дальше поможет вам двигаться вперед, и тогда уже можно и книги читать, и на тренинги ходить, и все остальное делать для того, чтобы в этом кризисе действительно получить для себя какие-то, увидеть для себя новые возможности. то есть первый шаг — это, как я понял, первый шаг — это поработать с внутренним своим восприятием этого слова, чтобы оно меня не подавляло вниз, слово «кризис», а что оно давало мне состояние для открытости, познания действий и какого-то позитивного движения. Хорошо, окей. То есть и тут предприниматели, вот есть предприниматели, которые будут в это время, и уже по факту сейчас уже падают, и есть предприниматели, которые взлетают. И вот главный фактор — это восприятие или что-то нужно еще? То есть просто вот, ну что, я создал себе образ, хороший образ кризиса, и типа все стало хорошо? Или нужно какие-то действия еще делать? С чем еще поработать? Ну, вот я как раз таки и сказала, что первоначально это поработать со своим образом, а потом, когда у тебя приятный образ на слово «кризис», тогда тебе в голову будут приходить различные идеи, а что можно уже сделать вот в текущей ситуации для того, чтобы эти возможности увидеть и их использовать. Потому что ты будешь в состоянии наполненности. Когда у тебя идет слив энергии, ты думаешь, что «ой, кризис, это плохо, ничего не получится, даже ничего не нужно начинать, но представь, в таком состоянии тебе и не придут никакие идеи, тебе даже не захочется ничего делать». Поэтому вот именно важно создать вот этот фундамент, вот это вот состояние готовности двигаться вперед. И тогда вдруг тебе позвонит какой-то друг и скажет, «Слушай, я тут книжку классную прочитал. Как раз таки вот в момент кризиса есть возможности, почитай». И тогда вот эта вот информация, она еще сама приходит. Вдруг появится какой-нибудь другой человек и скажет, «Давай с тобой сделаем сейчас вместе вот такой-то проект». Как раз таки нужно начинать сейчас, пока все думают, что кризис. То есть просто сама Вселенная, да, сама вот эта вот твоя реальность, она будет разворачиваться таким образом, чтобы все возможности, которыми ты можешь воспользоваться в состоянии, в ситуации кризиса, да, они как будто бы сами будут к тебе идти. И вот в этом состоянии наполненности ты очень быстро скажешь, «Вот этим я хочу заниматься, вот это действительно интересно, вот это вообще супер». Вот здесь я подтяну еще какого-нибудь своего там партнера, друга, и мы тогда это вместе сделаем. Хорошо, окей. Кризис для многих – это восприятие некой тяжести. В каком контексте кризис бывает не только в деньгах, он бывает в разных сферах. То есть если сейчас, и сейчас даже уже интересные посты и мемы есть в этом плане, в общем, он будет проявляться, напряжение, нервное напряжение для человека, оно будет проявляться и в отношениях, и в здоровье, и в общении с другими людьми, разное, не только в близких отношениях, муж, жена. Возможно, у тебя… И каждый раз, когда мы подходим к этой какой-то тупиковой точке, нам кажется, «Ну все, ну капец, ну вот нет выхода, ну вот все». Что является этим каким-то прорывом, этим шагом вперед в разных сферах жизни? Возможно, на твоих примерах есть у вас такие, ну, такие вот сейчас помнятся ситуации, где было, кажется, что вот все, и тут вот раз, что-то происходит в разных сферах жизни. Ты знаешь, я вот очень-очень довольна тем, что я умею вот этими своими состояниями, да, я могу ими управлять, я могу их ощущать и не доводить как раз-таки вот до такого состояния, когда уже все, да, кажется, что ничего невозможно. У меня в принципе нет такого ощущения, что ничего невозможно или что-то невозможно. И это тоже то состояние, которое нарабатывается со временем путем как раз-таки изменения своего отношения к фразе, что все возможно, все реально. Нереальное — реальное, невозможное — возможно. То есть вот каждая фраза, да, что такое слово? Слово это, ну там, например, стена, да, мы также могли бы успешно эту стену называть, я не знаю, стулом. И для нас это было бы понятно. То есть слова это некие какие-то звуки, которые мы вот взяли и обозвали какой-то предмет для того, чтобы нам было удобно просто общаться. И любое слово, любое абсолютно, стакан с водой, пустой стакан, там, женщина, мужчина, это всё вызывает в нас какие-то, какую-то реакцию, какие-то ощущения, да. И вот для нас важно именно работать вот с этими чувствами, с этими ощущениями, а не со словами, а не с какими-то логическими цепочками. И вот когда ты научишься слышать своё внутреннее состояние, а это не что иное, как внутренний твой голос, это твоя интуиция, да, вот тогда тебе будет понятно, в каком направлении двигаться до того, чтобы не доходить вот до этого потолка, как ты говоришь, да, до состояния, когда ты вдруг паникуешь и думаешь, что чего-то невозможно в этой жизни. Что-то на тебя какой-то взгляд, как будто бы ты с чем-то либо не согласен, либо тебе непонятно. А я, да, я сейчас скажу, что ты, вы, я вот весь путаюсь пока что, но вы говорите мне, понимая, что у меня в руках есть классная штука, да, что есть тренажер-мастер-кит, и я легко могу, я работаю, во-первых, не завжусь я в эту никакую ситуацию. А как быть людям, которые уже в неё заходят, с чего начать распутывать, потому что мы сегодня уже на том, на 24 марта, мы сегодня уже в том этапе, не мы, а общество, в том этапе уже сложности восприятия, немножко какой-то, не то чтобы адекватности, а напряжение уже такое внутреннее, что человеку в этом напряжении сложно понять теперь, послушать интуицию, сложно ощутить, что я хочу, сложно какие-то знаки Вселенной замечать. Вот что делать человеку, который пока не имеет тренажера-мастер-кит, и который не знает, с чего начать распутывать эту сложную уже задачу для себя? Ты знаешь, во-первых, можно говорить на «ты», мне абсолютно это как-то, я не против, да, у меня это происходит почему-то как-то на автомате, то есть изначально я начинаю на «вы», пока я не знаю человека, буквально 2-3 минуты, и у меня само это, знаешь, выскакивает на «ты». Вот, если взять там время 5 лет назад, когда у меня еще не было методики мастер-кит, и когда я не умела работать со своим внутренним состоянием и слышать свой внутренний голос, более того, я его специально в себе подавляла, я не позволяла себе слышать и прислушиваться к своему внутреннему голосу, что это некое сумасшествие, и что это вообще, ну, какая-то вот слабинка, да, в человеке, непонятный звук из какой-то внутренний голос. Для меня самый важный был это мой разум, это мой ум, любое решение должна была принимать только после того, как я проведу такой риск-ассессмент, да, что я проанализирую, какие есть другие варианты решения этой задачи, какие риски, какие опасности, может быть, и только взвешенно я могла действовать, в то время, как, например, мой шеф, он только полагался на свой внутренний голос. И для меня это было удивительно. С одной стороны, меня это бесило, потому что мы сидели на серьезных совещаниях и принимали взвешенные решения и аргументированные всякие, да, такие были предложения. И вдруг это все рушилось, потому что мой шеф говорил, я чувствую, что нужно сделать по-другому. И я научилась этому. И сейчас я сама учу всех. Я учу свою дочку восьмилетнюю, я учу своих детей, которым 20 и 15 лет. Я все время говорю своему мужу об этом, что важно слышать только внутренний голос. И вот здесь, наверное, самое первое, что можно сделать прямо сегодня, это попытаться разобраться, а зачем я не хочу слышать свой внутренний голос, зачем я не хочу себе доверять. В этом есть некая опасность. Для меня эта опасность состояла в том, чтобы не сойти с ума. То есть мне казалось, что если я начну говорить с собой, слушать себя какую-то там внутри, я саму сойду с ума. Я тогда просто потеряю контроль над всем, что происходит. Тогда ко мне никто не будет прислушиваться и будут думать, что я какая-то не совсем нормальная. Что я буду совершать ошибки. Что тогда в этой жизни я буду в опасности. Да, и вот эти вот основные причины, по которым я не позволяла слышать себя и доверять себе, я совершала на самом деле очень много ошибок. Ведь зачастую так и бывало, что как будто бы кто-то внутри мне говорит, что надо вот так поступить, надо вот это сделать. Но логика моя говорила, нет, это абсолютно не рабочее решение, надо поступить по-другому, потому что алгоритм, потому что логика, потому что аналитика показывает, что нужно именно так. И потом происходило все по-другому, и я сидела и думала, ну ведь что-то же мне подсказывало, что нужно было поступить по-другому. И вот это вот внутренне, ну никто меня не учил, никто мне не говорил, Дана, это и есть твой основной указатель, который никогда тебя не подведет и который всегда тебе скажет, как для тебя правильно. Я к этому пришла только со временем, когда начала работать со своим подсознанием, заниматься саморегуляцией, и в этом мне очень здорово всегда помогал мастер-кит, и сейчас я им пользуюсь. И вот это, наверное, самое главное, потому что когда в мире очень много неприятных ситуаций, когда много вопросов, когда много страхов, когда паника начинает брать надо мной вверх, не знаешь, куда бежать и кому-то задавать какой-то вопрос. В этот момент самое лучшее задать этот вопрос себе. И вот эта банальная, избитая фраза, что все ответы внутри себя, она действительно, это истина. И когда вот сейчас очень много идет негативной информации, что делать? Мой внутренний голос мне сразу говорит, Дана, прекрати смотреть этот телевизор, прекрати слышать, слушать эти новости. Потому что это создает некую панику в голове, это начинает меня сбивать с моего пути. А у меня сейчас много проектов, которые я начинаю развивать, и они в основном, конечно же, онлайн. И если у меня в голове будет постоянно та информация из телевизора, что там что-то ужасное говорится в мире, я тогда не смогу просто дальше двигаться по своим каким-то задачам, так мне это важнее. И вот этот вот внутренний ответ, он всегда меня спасает, он всегда меня направляет, куда мне нужно двигаться. И если просто убрать вот эти вот ограничивающие убеждения, почему мне нельзя слышать мой внутренний голос, чего я боюсь, если я начну следовать своей интуиции и слышать себя и доверять себе, убрав их, всё, ты становишься целостной личностью, ты не разделяешь себя внешнего с внутренним. Это как одно единое становится, и вот в этой гармонии ты просто дальше живешь. И на любой ответ ты просто находишь ответ. И даже если ты к этому потолку подходишь, а что делать? А вот это внутреннее тебе всегда скажет. А для этого учащись в методике, чтобы это проработать. Сейчас такая у меня мысль, я сторонник того, что ничего случайно не бывает. И вот ты говоришь о внутреннем, и единственное место, где мы можем ощущать кризис, это внутри себя, единственное, да, потому что мы слышим глазами внутри себя в голове, да, ушами внутри себя и так дальше. И поэтому не случайно ты почему-то начала эфир с фразы кредит, хотя мы об этом не говорили и с тобой не обсуждали и так дальше. И я подумал, а почему для меня сейчас кризис – это вот время новых возможностей? Потому что я в этом кризисе был несколько ранее. И этот кризис связан был с кредитами, и они еще есть. И именно он, этот кризис в моей голове, который был создан кредитами, он заставил меня искать какие-то ответы на свои вопросы и вывел меня через… Я ввел тренерство, ко мне пришла девочка Ира Соловей, она включение, и она дала книжку почитать Дарье Трутневой. Вот тут видишь, куда не пойдешь, везде дети. В одной комнате дети, в другой дети, пока их трое. Ну, этот хотя бы не кричит, только проснулся. С днем рождения. С днем рождения, спасибо, дорогой. Итак, то есть кризис у меня был внутренний кризис, потому что кредитами вызван. И потому что я, когда начал копать и стать эти ответы, то для себя вывел, нашел такой подсказ, что для меня большие деньги – это опасно. И нашел потом причину, почему в моей жизни это было прямо опасно. Кого когда убивали, стреляли, охраняли, еще что-то. Много разных историй. Поэтому я тогда уже полгода, не больше, чем полгода, а как я уже пользуюсь методикой, меня слышно хорошо, друзья, наверное, уже слышно. Вот, и этот мой внутренний кризис, он был для меня гораздо ранее. А сейчас я уже в такой динамике работы с собой, работы с тренажером, работы со своими затыками, мышлением, и с тем, что меня привело к кризису, что я вижу постоянную, регулярную, ежедневную вектор движения вверх. Поэтому, и тут интересный вопрос, который, мы несколько раз его интересным словом, слово «зачем». То есть, которое важно, наверное, человеку, если бы об этом поговорить, о слове «зачем». «Зачем мне кризис?» Когда он начался? Он сейчас или он полгода назад? Или он для кого-то? У каждого свое время. «Зачем мне эта ситуация?» Вот мне хотелось бы говорить о слове «зачем поговорить». «Зачем» — это тот вопрос, который большинству людей вводит в супер. Ну, во-первых, потому что мы в обычной нормальной жизни так не разговариваем. Мы так разговариваем где-то до трех, до четырех лет. И у тебя сейчас как раз-таки есть маленькие дети, просто пообращая внимание, они именно так и говорят. «Зачем ты мне не купил игрушку?» Или «Зачем ты на меня накричал?» Или «Зачем ты меня с собой не взял?» Слово «вопрос «зачем»» — он как раз-таки побуждает ответчика дать конкретную причину, объяснить действительно, а в чем моя выгода, что я так поступила? Или что я так не поступила? Задавая вопрос «почему», а родители начинают именно где-то с трех, с четырех лет своих детей поправлять. Они говорят «что ты за вопрос задаешь?» «Неправильно ты говоришь?» «Надо говорить почему?» Вот дети точно знают, как правильно. Потому что ответ на вопрос «почему» — он не даёт возможность двигаться вперёд, он не даёт возможность расти. Он, наоборот, загоняет в тупик, а ещё хуже, он вгоняет человека в чувство вины, и человек никуда не двигается. «Почему ты мне не купила игрушку?» То, что денег, то, что ты себя плохо вёл, то, что ты нехороший мальчик, не послушаешься. То, что папа мало работает, денег не приносит, нету возможности. И работа вот как раз-таки с подсознанием, с саморегуляцией, она переключает, ну, в частности, с методикой мастер-кит, она нас переключает на то, чтобы перестать задавать вопрос «почему» и не вгонять себя в чувство вины и в тупик, а именно на то, чтобы мы находили реальную причину, а именно вторичную выгоду, зачем мы так поступаем. То есть, если мы сейчас ощущаем состояние кризиса, зачем нам так важно поддаваться всеобщему вот этому вот настроению, да, и сидеть и говорить «кризис, кризис». Зачем? В чём выгода? Да чтобы ничего не делать. Это же так удобно сесть дома и ничего не делать, снять с себя всю ответственность и сказать, ну, вот в мире сейчас кризис, ничего не двигается, ничего невозможно сделать, простите, но как бы я не виновата. Такая ситуация в стране. И когда у человека вот эта вот есть большая выгода что-то не делать, не брать на себя ответственность, конечно, ему выгодно поддаться всеобщему вот этому состоянию кризиса и сидеть, горевать. А вот если у человека будет чёткая выгода, понимание, что в кризис многие люди наоборот поднимаются, взлетают, больше денег зарабатывают, тогда начинает голова работать по-другому. И вот этот вопрос «зачем?» нужно просто выработать в себе привычку, да, всегда, когда что-то новое мы начинаем делать, нужно, чтобы это стало нашей привычкой. И я всегда рекомендую своим клиентам, чтобы вот в этом состоянии «зачем?» пожили хотя бы недельку, хотя бы дней десять. То есть в течение, зачем мне так важно, чтобы вот эта мысль ко мне в голову пришла, чтобы я вот так вот сказал, вот так поступил. Или если кто-то по отношению ко мне как-то поступает, а мне неприятно, то тоже задавайте этот же вопрос. «Зачем мне так выгодно, чтобы, например, мой супруг ну вот что-то не сделал или нарушил свое обещание или меня обидел, например, да?» И вот это вот умение задавать вопрос себе и честно отвечать на него, находить вот эту выгоду, зачем же мне так важно, чтобы это со мной произошло, оно приводит вас в состояние осознанности, когда вы перестаёте искать кого-то или что-то, чтобы переложить на них ответственность, когда вы сфокусированы полностью на себе, и тогда вам легко найти причину, зачем, и уже это начать менять. Уже страх проходит, понимаешь, Сергей? И когда ты находишь ответ «зачем?», уже страха нет, уже паника начинает проходить. И вот в этом состоянии спокойствия без страха и без паники ты очень чётко можешь найти ответ и решение, а как дальше поступать. Возможно, это одна из сильных и самых важных, кстати, сейчас рекомендаций, что вот задавать себе этот вопрос, ты сейчас разъяснила, задавать этот вопрос «зачем?». Я первый раз, кстати, с этой техникой столкнулся на курсе «Самолет», такой бизнес-молодости Михаила Федоренко, вёл курс «Самолет», там была техника «зачем?». И тогда я понял, что у меня есть все ответы на все мои вопросы. Когда дали домашнее задание, написать там вот этой технике, написать свои ответы. Я понял, что я все ответы знаю. И вот сейчас в кризисе получается «зачем мне эта паника внутри меня? Зачем мне сотрудники, которые работают дарённо? Зачем я сейчас из офиса выехал или что-то ещё?». То есть получается фокус на том, что мне делать сейчас, чтобы было лучше, что мне делать, чтобы найти новые возможности. И это вот ключевой вопрос, который выходит как раз в сону роста. Да, и после того, как ты более-менее вот эту вот панику ощутил, и теперь можешь её контролировать, это состояние, вот здесь вот можно задать себе следующий вопрос. А что меня смущает, что меня тревожит? И в отношении чего я ощущаю эту панику? То есть что не так? У меня паника, что там, я не знаю, все мои сотрудники сейчас заболеют, и некому будет работать, и весь мой бизнес станет. Да, вот она паника. Окей, а зачем мне так важно думать, что это может случиться? Может быть, для того, чтобы сейчас там найти решение и им всем не платить деньги? На самом-то деле ответ может прийти самый нелогичный, самый смешной, и, как я говорю иногда, даже какой-то дурацкий ответ может прийти на вопрос, зачем. Но ни в коем случае мы не оцениваем, мы не начинаем говорить, что ой, какой-то непонятный ответ, какой-то нелогичный, наверное, это я сам что-то напридумываю. Вот то, что приходит, это и есть как раз-таки ответ нашего внутреннего голоса, нашей интуиции, нашего подсознания. И вот с этим нужно работать. Здесь я не буду привить душой и говорить, что найдите еще какие-то техники, ну, потому что я там не проходила бизнес-молодость, и я слышала, что там очень много, что вы узнаете, вам предлагается в плане вот именно трансформационных каких-то практик. Но я знаю, что самые эффективные, самые быстрые трансформации происходят помощью мастер-клитов. Это буквально, мы вчера вот с мужем, ну, сколько, мы с ним беседовали, наверное, минут 15, а мы сейчас очень активно работаем со стра... Почти уже его уговорила выйти со мной в эфир и рассказать, как он работает со страхами. Потому что для мужчин по сравнению с женщинами страхи – это самый, мне кажется, большой такой груз, который есть у мужчины, который тормозит. И очень смешно и вот интересно, да, это происходит, что того, чего они боятся, это с ними и происходит. Вот они боятся, что про них скажут, что они трусы, что они не мужики. Но реально внутри состояние именно такое. Просто они не показывают это, нельзя это показать. Но внутри страхов очень много. Так вот, мы вчера с ним минут 15, наверное, просто разговаривали для того, чтобы выявить этот страх, для того, чтобы действительно как можно вот глубже залезть и понять, а какой страх его сейчас тормозит. И три или четыре минуты у него ушло на трансформацию. Он потом вот с таким довольным, там, шесть на девять улыбка на его лице была от того, что он после трансформации осознал, какая глупость вообще в голове сидела и так его мощность держала. Понимаешь? Если бы не было бы методики, я не знаю, сколько бы он еще ходил и мучился бы с этим страхом. Это я тут для себя понял. Ты говоришь, в бизнес-молодости много о чем обучаю. Нет. Первый раз я попал на метаморфозе Петра Осипова. Я был два раза на этом тренинге. И вот тогда я два раза подряд увидел, что происходит внутри меня и понял, что есть вещи, которые влияют на результат. Когда я вел тренерство, я прожил около шести лет, это я других людей, разбирал их ситуацию, их кейсы, то очень четко видно и понятно, что человек не делает результат не потому, что у него нет информации, не потому, что он не знает, как запустить рекламу или как позвонить. Информации очень много. Что-то внутри есть, что мешает ему действовать, что мешает ему сделать шаг. Вот тогда, когда я уже открыл, прочитал книжку Дарья Тутнева, и начал работать с мастер-китом, то я ощутил, как быстро я убираю те препятствия, которые мешают мне делать шаг, то или иное действие, которые мне мешают достичь результата, потому что информация у меня за 7 лет в бизнес-молодости, грубо говоря, информации очень много, но вопрос, что я из этого применял, а значит, что-то мешало мне это применять. И вот сейчас, когда я работаю, и все же ответы внутри меня, и когда я работаю с мастер-китом сейчас, то я нахожу очень много важной информации для себя. Никто не знает ответов, которые нужны мне. Мои ответы есть только во мне. Поэтому сейчас, если честно сказать, мне не хочется проходить тренинги. Я понимаю, что это возможно временно, мне захочется проходить тренинг по вокалу или почему-то еще. Но вот я знаю, и даже мне не хочется читать книжки сейчас, я их сейчас по факту практически не читаю. И всю важную информацию я нахожу в себе, ту информацию, которая открывает мне дверь дальше. Поэтому вот и самый результативный для меня тренинг или тот, который позволяет мне работать с собой каждый день, это мастер-кит. Поэтому я сейчас для себя и фокусируюсь на этом инструменте, и фокусируюсь на этой деятельности. И по факту сейчас происходит то, что моя эра развития бизнес-молодости и развития бизнес-молодости в практике тоже подошла к своему завершению логическому. И поэтому для кого-то сейчас кажется, что вот Степанюк очень много говорит о мастер-кит, то Степанюк там, что я вижу результат, я вижу свой результат. Практически 80 человек, которые у нас сейчас пользуются этим инструментом, и 80% это все бэнч. и это очень круто работает, классно удивляет. Поэтому вторую часть нашего общения, она не очень большая уже по времени, у нас осталось 15 минут почти, я бы хотел задать вопросы, ну не вопросы, а кризис и мастер-кит для мастер-китовцев, для тех, кто пользуется. Что проработать? Возможно, я был постоянен на этой теме. На что обратить внимание тем, кто уже понял, что есть крутой инструмент, спустил свою жизнь и реально пользуется, вот кризис и мастер-кит, что делать, куда двигаться и что проработать, чтобы достигать своих целей быстрее. Ну, если принять во внимание то, что люди все-таки свое отношение к слову кризис поменяли и теперь не вызывают негативных ощущений и эмоций это слово, то есть мы говорим, что теперь слово кризис для человека это ресурсная установка, да, то есть она не больше не ограничивает человека. Дальше все, что нужно сделать, это все время смотреть в настоящее и в будущее в плане спрашивать себя чего я хочу, то есть не тормозиться, не застревать где-то в прошлом, в каких-то прошлых своих ситуациях, пытаться получить причину, а почему где-то что-то не получилось, где-то я потерпел неудачу, все, прошлое, оно, ну его даже, ты его не сможешь поменять, да, вот есть некоторые техники, которые нацелены именно на то, чтобы ковыряться в прошлом, а зачем? можно с уважением относиться к своему прошлому опыту, но можно для себя взять другой настрой, что прошлое, как бы все, оно закончилось и больше на меня никак не влияет, никаких негативных последствий на меня больше это не оказывает в моем прошлом, сейчас у меня есть инструмент, у меня есть знания на то, чтобы свою жизнь уже выстраивать так, как я хочу, соответственно, я сейчас фокусирована, я тот корабль, который только смотрит вперед, я все время задаю вопрос, от чего я хочу, и вот исходя из этой позиции, я хочу, вот сейчас я хочу, чтобы в каждом городе, где только возможно, мой бизнес распаковывался, образовательный, который я придумала эту идею, и все, что связано именно с этим желанием, я вот сейчас это реализовываю, а еще я хочу создать очень мощное сообщество, сообщество, в котором я буду заниматься тем, что буду повышать финансовую грамотность, развивать финансовую грамотность у людей, и через эти фундаментальные какие-то знания и понятия человек будет менять в себе мышление неверного человека, да, теперь, а вот становиться богатым человеком, потому что ты не можешь стать богатым, пока у тебя в голове не будет вот этого понимания и этих ощущений приятных, когда ты думаешь о том, что я богатый человек. и вот с таким настроем мастер-кит, конечно же, он очень эффективен, потому что ты сфокусирован только на себе, на своих задачах, на своих целях, на своих желаниях, и все, и тебя больше уже ничего не может с пути сбить. К тебе подтягиваются нужные люди, нужная информация, вот ты говоришь, мне сейчас не хочется ходить ни на какие тренинги. У меня было точно такое же состояние где-то через полгода, через год, как я начала пользоваться методикой. Мне казалось, что я никогда больше на тренинги ходить не буду, потому что у меня прям внутреннее было ощущение, что я все сама знаю. Но сейчас я все равно хожу на тренинги, все равно я... Ну, они больше знаешь, какие, они больше онлайн. И цель не понять, как мне изменить свою жизнь, а найти что-нибудь, какую-нибудь новую установку, которая бы меня зацепила в процессе общения с этим человеком, вызвала бы во мне нервное напряжение, и я бы поняла, что я хочу вот этот выявленный, знаешь, стеклянный потолок пробить, чтобы двинуться дальше. Вот недавно я слушала Татьяну Черниговскую, которая про мост все время говорит. Я послушала ее полтора часа, но она мне такие новые идеи подкинула, где можно прорабатываться. Сейчас я прохожу курс скорочтения, и для меня это всегда было интересно, как человек может читать 30 тысяч слов в минуту. Вот мой учитель, который сейчас меня этому обучает, она читает 30 тысяч слов в минуту. Я читала, когда зашла на этот курс, 180 слов в минуту. Я себе цель поставила читать 3000 слов. Хотя бы 3000, но это в 10 раз меньше, чем делает она. Вот на такие курсы я с удовольствием хожу, потому что для меня это, представляешь, такой рост. Я смогу книгу за один день, за полдня прочитать. И вот да, ты уже из себя делаешь человека, который по общим стандартам, по общим меркам считается ненормальным. Ну, это ненормально читать книгу 3000 слов в минуту. А для меня это станет нормально. Или люди скажут, это ненормально в кризис запускать новые проекты. А для меня это нормально. И вот это вот нормально я сама для себя определяю. Не ты, не мой муж, не мои родители, никто. я сама определяю, как будет моя новая норма в моей жизни. И это исходит из того, что я хочу, а мои желания, они проявляются от того, что я сфокусированность на себе здесь и сейчас и смотрю только в будущее. Назад уже не оборачиваю. Да, но существенная часть твоих доходов, у тебя разные проекты, но существенная часть твоих доходов это продажа тренажера мастер-кит или работа твоей команды. У меня есть такая цель, мой доход уже сейчас тоже в какой-то степени влияет в заработки при продаже мастер-кит. И есть у меня цель акционерства супер-эго в компании и я не знаю буду я первым мужчином акционером или не первым, это не столь важно абсолютно, но то, какой ты результат делала, когда ты, я не знаю, на каком этапе, 50 продаж в месяц, это прям пока что моя реальность не проваливается, не воспринимается. Думаю сейчас о себе и вопрос для себя. Что мне делать для того, чтобы закрывать статусы каждый месяц, скажем так, для того, чтобы делать 50 продаж в месяц. Как сделать 50 продаж в месяц? Всегда должна быть очень четкая цель, зачем мне это надо. То есть вот если взять, вернуться там, да, четыре с половиной года назад, то мы тогда не знали, что такое акционер компании супер-эго. Мы вообще не представляли, что это. Тогда не было акционеров, тогда только-только объявили, что будет такая квалификация. И когда об этом объявляли, каждый, слушая учредителя со сцены, для себя что-то взял. Кто-то сказал, я хочу быть первым акционером. А я для себя сказала, что не важно, как это называется, акционер, хоть хоть как назови, но меня зацепила возможность быть причастной к управлению бизнесом, к разработке стратегии. Я всегда была очень близка именно к руководству, к управлению бизнесом, ну, доступе. Для меня это было очень важно. И когда мне сказали, что акционер это тот партнер в компании, который будет участвовать в стратегических наших встречах, который будет влиять на развитие компании, вот это меня зацепило. То есть вот эта мысль, вот это желание меня двигало вперед, и я делала какие-то невероятные вещи. Я мало же знаю, что такое сетевой бизнес, ну, вообще, вот раньше, когда первый год только начинала, я же не понимала, что такое сетевой бизнес, я никогда не работала в сетевых компаниях, и я не знала, что 50 подключений в месяц это много, я не знала, что 50 подключений в месяц никто не делает. Мне просто надо было это сделать. Я и шла, и делала. И обычно, как-то я помню, мы разговаривали с Дарьей Трутневой, и вопрос был, знаешь, про что? что она же психолог, и появление научно-исследовательского института, это же все уже появилось позже. Но вот в первый год, когда мы только-только рассказывали всем про методику, некоторые люди говорили, а кто ваша Дарья, она хоть психолог? И вот тогда мы давали обратную связь и говорили, Дарья, может быть, ты закончишь институт, может быть, ты получишь диплом психолога, потому что для людей это важно. И только потом она же этим занялась. Но на момент, когда мы запустили бизнес, этого еще не было. Так вот, потом, когда она закончила образование, получила диплом, сейчас она получает, она там пишет диссертатскую, то есть она там кандидатскую пишет, уже какое-то там звание хочет получить. И после этого она сказала, что даже она где-то в каких-то вебинарах говорила, что если бы я была бы психологом, вот тогда, много лет назад, я бы, скорее всего, мастер-кид бы не придумала. Потому что у меня было бы понимание, что а так нельзя, а так не работает, а это неэффективно, это неправильно. И я бы точно не придумала мастер-кид. Вот видишь, вот эти все ограничения на самом-то деле, мы думаем, что это какое-то знание, что нам это помогает. Чем больше мы знаем, тем типа мы умнее и успешнее. Нет, чем больше мы знаем, тем больше для нас это барьеры в достижении каких-то невероятных результатов. Поэтому меньше смотреть телевизор, меньше общаться с людьми, которые все знают. у меня дочка очень классно сказала, когда пришла со школы с урок экономики и говорит мама, хорошая у нас учительница, у нее зарплата 200 тысяч чтенге. Чему она может нас научить, как она нас может научить быть богатой и людей. Понимаешь? Так, я пытаюсь поймать цепочку своего ответа. То есть, когда ты поняла, что у тебя есть большая цель влиять на работу компании, на какие-то изменения, то тогда появилась причина делать 50 продаж, по-своему быстрее прийти туда. Да, я просто составила села план, в этот момент я включила свой ум, составила план, а что мне нужно сделать для того, чтобы за 9 дней успеть наверстать ту разницу, которой мне не хватает для закрытия квалификации. И что ты делала? Из страха, что я не успею, я, как ненормальная, звонила людям, я убеждала, кого-то умоляла, кого-то просила, кого-то заставляла, но передо мной была четкая цель, что мне нужно было энную сумму заработать до конца месяца, сделать продаж вот на такую-то сумму. И для меня просто не стояло бы, то есть если бы в нормальном состоянии я думала, что вот этому человеку я сейчас позвоню, он мне скажет, у меня нет денег, или мне не нужно это, то сейчас у меня не было этих программ. Я просто звонила и убеждала. И в ход шли разные инструменты вплоть до манипуляции, вплоть до того, чтобы там припугнуть и сказать, что ну прости, тогда больше ты меня не увидишь, мы с тобой тогда не сможем общаться. Мне понравился, по-моему, твой пример, кажется, что сотрудников, пришла к сотрудникам и говоришь, так, ребята, либо мы все пользуемся, либо у тебя такой пример был, да? Да, да, но это у меня было намного раньше, когда я только поняла прелесть всю и сусилу методики, я сразу своим сотрудникам так и сказала, что либо вы покупаете методику, либо до свидания. Это в переводческом агентстве? Да. А какой результат, вот люди, многие накупили и начали пользоваться кто-то из них, уж точно, какой результат в этом бизнесе стал переводческом? Ну, во-первых, бизнес до сих пор работает, я ее успешно продала. Люди, которые купили методику, одна хотела замуж выйти, другая ребенка хотела родить, третья хотела построиться в какую-то крупную международную компанию, они все сейчас это все получили. Они все мне благодарны, они все меня поздравляют с праздниками и говорят спасибо вам большое, что когда вы нас заставили купить методику, каждый получил то, что хотел. Я понял. И завершая наше сегодня приятное праздничное общение, я получил для себя ответ в том, что найти, чтобы делать тот результат, который я хочу и расти так, как я хочу, найти нужно вескую причину, зачем мне это нужно. Когда она будет веская, я быстро сделаю. Без зачем, ты просто это не сделаешь, либо ты быстро сольешься, тем более, если это будет чья-то чужая цель. Только если она твоя. Супер. Дана, спасибо большое с нами. Сегодня была Дана Баквишина и Сергей Степанюк. В свой день рождения я очень рад, что утро провел с человеком. когда мне спрашивают про кумиров, я не скажу, что это кумир, но это Стивен Кови. Я имел честь ему сжать руку и быть на его тренинге. И вот человек, которому во многих вещах хочется подражать. Я из-за него уволилась из компании Procter & Gamble. С положительным? Да, с положительным эффектом, конечно. Дан, резюмирующие ваши фразы нашего эфира сегодняшнего. Кризис и новые возможности. Мне нравится фраза «Жить с тобой в гармонии и в балансе». Любить себя и знать, чего ты хочешь. И тогда все будет замечательно. Спасибо вам большое, Дана. Вам чудесного дня, прекрасного настроения. Спасибо всем, друзья, кто был сегодня с нами и посмотрел на записи книжки, которые открыли мне новую жизнь, скажем так, и много ответов. Они есть на страничке «Бизнес-молодость», они есть «Уданы» на страничке. Ищите, подписывайтесь. У тебя есть много интересных проектов на твоей страничке. По образованию мы тоже еще поговорим по часу. Наши дети на домашнее образование в данный момент, поэтому это нам тоже интересно. Спасибо большое, хорошего дня, до новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok